Кулевчинское сражение. Как Дебич проложил дорогу русской армии через Балканы. Русско-турецкая война 1828-1829 годы Кулевчинская победа имела стратегическое значение. Лучшая турецкая армия была разбита, ее остатки скрылись в шумле. Дебич даже не использовал в сражении свои основные силы. Это позволило русскому головнокомандующему почти сразу же начать марш через Балканы. Дебич решил не тратить силы и время на взятие шумлы, помня, что главная его цель – бросок через Балканы, ограничившись наблюдением за ней. Бой под Кулевчин 30 мая 1829 года Коцебу. Турецкое наступление и маневр армии Дебича. Главной задачей русской армии было уничтожение живой силы османов. Как только русские войска осадили Силистрию, Дебич стал думать, как ему выманить в чистое поле турецкую армию и уничтожить ее. Разгром армии Визиря в генеральном сражении решал исход войны. Турецкая армия в это время базировалась в мощной крепости Шумла, расположенной западнее Силистрии, в предгорьях Балканских гор. Крепость была подготовлена для размещения целой армии. Шумла запирала самые короткие и удобные дороги, которые вели от Рущука и Силистрии через Балканы к Константинополю. В крепости была ставка великого Визиря Османской империи Рашида Мехмедпаши. Турецкий главнокомандующий уже отметился при подавлении восстания греков в Марии и теперь мечтал разгромить неверных. Вскоре русский главнокомандующий получил возможность нанести поражение турецкой армии. В середине мая 1829 года Визирь, усилившись под креплениями и доведя свою армию до 40 тысяч человек, снова пошел в наступление. Османский главнокомандующий планировал разгромить небольшой русский корпус под началом генерала рота, расположенный в районе селения Проводы. Мехмедпаша решил разгромить отдельный русский отряд, отделившийся от основных сил Дюбича. По данным турецкой разведки главные силы Дюбича были далеко и от Шумлы, и от права. Визирь спешил уничтожить войска рота и затем быстро вернуться под защиту стен Шумлы. Однако Дюбич также следил за врагом и как только узнал о движении вражеской армии, то решил использовать благоприятный момент для разгрома Визиря. Он поручил завершение осады Силистрии генералу Красовскому, которому было оставлено 30 тысяч. Солдат. Сам Дюбич быстро двинулся от Силистри в Тылвизирю, который в это время шел к Варне. 24 мая русские войска усиленными и быстрыми маршами вышли к селению Мадры, Мадара. Сильное охранение обеспечило скрытность и внезапность этого марша для противника. К селению Мадры, по приказу главнокомандующего, двинулся с главными силами своего корпуса и генерал Рот. Против турок Управу Тон оставил заслон под началом генерала Куприянова, четыре пехотных и два кавалерийских полка. Турки прохлопали это движение русских войск. 30 мая войска рота успешно соединились с главными силами Дюбича. Численность русской армии составила около 30 тысяч. Человек при 146 орудиях. Таким образом, в ходе блестящего маневра русских войск турецкая армия была отрезана от своей базы в Шумле. Дюбич добился своего. Османам пришлось принять генеральное сражение. Визирь, войска которого уже осаждали русский отряд Управот, узнал о движении русской армии только 29 мая. При этом турецкое командование решило, что русские, оказавшиеся у Мадры, это часть корпуса рота, неосмотрительно вырвавшиеся вперед. Турецкие командиры, помня опыт кампании 1828 года, когда осада сильных турецких крепостей связала все силы русской армии, считали, что русских, которые осаждают Силистрию, просто нет крупных соединений для проведения наступательных операций. Источник карты – Япанчин Н. А. Очерк похода 1829 год в Европейской Турции. Часть 2. Начало Кулевчинского сражения. Сражение началось 30 мая, 11 июня, 1829 года близ селения Кулевча, Кулевча. Шумла была в 16 километрах от места битвы. Это расстояние войска турок с артиллерией и обозами могли покрыть за один дневной переход. Дебич имел меньше сил, чем противник, но решил атаковать. Условия местности не позволяли использовать все войска. Наступать приходилось на узком участке горного прохода, ограниченного покрытыми лесом горами. Позднее Дебича много критиковали за то, что он не наступал основными силами. Противники долго изучали ситуацию. Турки растянулись в движении и подтягивали свои части. Около 11 часов головнокомандующий приказал генералу Якову Атрощенко, опытный командир, ветеран воин с французами и турками, который командовал русским авангардом, атаковать противника, расположенного на высотах в районе селения Черковно, Черковка. Одновременно на правом крыле русская артиллерия заставила турецкие войска укрыться в лесу и отступить за скаты гор. Используя замешательство противника, Иркутский гусарский полк при поддержке батальона Муромского пехотного полка двинулись занимать очищенные от турок высоты. Однако турки успели подготовить засаду, расположив здесь и хорошо замаскировав сильную артиллерийскую батарею. Когда русские гусары и пехотинцы оказались перед высотами у Черковной, турецкие артиллеристы открыли огонь. Русское командование ответило тем, что сосредоточило на этом участке конно-артиллерийские батареи, которые смогли быстро прибыть на этот участок и открыть огонь. Схема сражения Укулевчи Военная энциклопедия Сетина Источник Турки идут в наступление. Генерал Атрощенко, чтобы остановить наступление турецких таборов, батальонов, с высот и поддержать егерей, приказал поставить на фланги шесть конных орудий. Артиллеристы быстро сменили позицию и стали расстреливать османов картечью, ведя огонь прямой наводкой. При этом артиллеристы старались не дать противнику охватить егерей с флангов, окружить и уничтожить их. Однако и воздействие артиллерийского огня, и большие потери не остановили разъяренные массы осман, которые с криками «Ала!» продолжали свой натиск на ослабленные егерские батальоны. К тому же их подбадривала мысль о необходимости прорыва к спасительным стенам Шумлы. Ободренный первым успехов великий визирь приказал начать наступление и на левом фланге. Османы, которые до этого укрывались в горных ущельях, начали движение и сбили с позиции 1-й батальон 12-го егерского полка. Численное превосходство позволило туркам вести плотный ружейный огонь. Егеря отступали под давлением масс вражеской пехоты и несли большие потери от их огня. Особенно много было раненых. Среди раненых оказались и генералы Атрощенко и Глазинаб, руководившие боем. Наблюдавший за боев визирь, планомерно наращивал натиск. Он направил часть войск в обход правого фланга русских. Теперь османы наступали и на фронте, с флангов. Рашид Мехмед-Паша стремился перехватить инициативу. Однако и русское командование не дремало. Передовой отряд егерей получил сильное подкрепление в виде 1-й бригады 6-й пехотной дивизии, усиленной батарейной ротой 9-й артбригады. В качестве резерва бригады был выдвинут Капорский пехотный полк с двух орудиями. Бригада состояла из двух полков Невского и Софийского. Ее командиром был генерал-майор Любомерский. Турки, воодушевлены первыми успехами, сходу атаковали пехотную бригаду. Бригада построилась в каре и встретила врага оружейными залпами и штыками. Османам не удалось взломать каре и они несли большие потери. Отличилась батарейная рота полковника Вальца. Орудия били картечью с близкой дистанции в 100 тысячах 150 метров и буквально выкашивали турок. Османы не выдержали такого жестокого огня и их натиск на некоторое время стих. Тем временем русский главнокомандующий выдвинул на поле боя новые силы. Это была первая бригада 2-й гусарской дивизии с четырех легкими орудиями под началом генерал-лейтенанта Бутберга и 19-я конно-батарейная рота под началом генерал-майора Арнольде. Пока кавалерия и конная артиллерия спешили на правый фланг, ситуация там снова накалилась. Турецкие войска, пользуясь численным превосходством, форсировали небольшую речку Гулан-Лак и начали атаку на открытый фланг русских войск. Однако тут на пути турков встала конно-батарейная рота Арнольде, только прибывшая на место. Артиллеристы быстро увидели опасность, угрожающую нашим войскам, и развернули батареи на фланге русской пехоты, открыв огонь по врагу. Все произошло очень быстро. Не зря тогда в русской армии говорили, что, когда конная артиллерия летит на позиции, ее колеса касаются земли только из вежливости. Огонь оказался весьма эффективным. Внезапный обстрел гранатами, кортечные заряды были уже использованы, и даже бронткугелями, зажигательный артиллерийский снаряд, расстроили ряды турецкой армии. Турки были ошеломлены, и огромная масса пехоты топталась на месте. Турецкие офицеры не могли заставить своих солдат идти вперед. Этим воспользовалась русская пехота. Егеря и пехотинцы Невского и Софийского полков дружно пошли в атаку и опрокинули штыковым ударом первые ряды турецких войск. Теперь уже не русские отбивались, а турки. Вскоре русским артиллеристам доставили запасные зарядные ящики с кортечными зарядами, и они стали громить врага сначала ближней к кортечью с дистанцией 100 тысяч 150 метров, затем дальней с 200 тысяч 300 метров. Турки бы уже отступали, но не могли. Все это время из Кулевчинских теснин по узкогорной дороге выходили новые турецкие батальоны. Великий визирь приказывал атаковать противника. Однако турки уже выдохлись, прежняя ярость пропала, и османские войска, понеся большие потери, стали отходить на исходные позиции в горы. Ввод в сражение гусарской бригады и дополнительной артиллерии уравнял силы. При этом русские сохранили боевой дух, а тыл турок угас. Поэтому вскоре османы прекратили атаки на русский правый фланг. Рашид Мехмед Паша, видя бесплодность атак на правый фланг противника, который казался ему слабым, приказал отводить войска назад в горы. Разгром турецкой армии. Сражение на некоторое время остановилось. Обе стороны приводили войска в порядок. Дебич произвел замену утомленных частей первой линии свежими войсками, заранее подкрепил их резервом. Обескровленные егерские батальоны были отведены в тыл. Кроме того, русский главнокомандующий помнил, что в шумле стоит многочисленный турецкий гарнизон, который имел возможность оказаться в русском тылу. Поэтому заслон на дороге к крепости был усилен. Однако удара в тыл армия Дебича не получила. Турецкое командование решило не рисковать, выводя оставшиеся в крепости войска, или турецкие гонцы просто не прошли через русские посты. К тому же турецкие командиры провели совещание и пришли к выводу, что русские сильнее, чем они считали, и разбить в полевом сражении их не получится. Необходимо было уходить в шумлу. Турки считали, что сражение в этот день уже закончилось. Однако в пяти часу, уже к вечеру, русские войска широким фронтом пошли в наступление на Кулевченские высоты. Сражение началось с артиллерийской перестрелки. Здесь большую роль сыграл начштаба армии Толь, который лично устроил перед высотами артиллерийские батареи. Артиллерийская дуэль завершилась в пользу русских артиллеристов, имевших несравненно лучшую подготовку, чем османы. На горных позициях турецких батарей один за другим стали взрываться пороховые ящики. Турецкие артиллеристы стали разбегаться. Вскоре всю османскую армию охватило смятение и страх. Сначала обратилось в бегство пехотное прикрытие турецких батарей. На единственной горной дороге, где стояли обозы турецкой армии, сразу же образовалась пробка. Заметив замешательство в стане врага, Дибич приказал начать наступление. Первыми двинулись на лесные высоты отряды лучших стрелков. За ними двигались пехотные колонны. Наступление было таким быстрым, что турки еще не успели прийти в себя после взрывов на артиллерийских позициях. Эта атака завершилась полным успехом. Уже дрогнувшие и утратившие боевой дух турецкое войско запаниковало. И когда русские колонны взобрались на высоты и пошли в атаку, огромные майсы турецкой армии обратились в бегство. Попытки отдельных групп оказать сопротивление к успеху не привели. Османы бросили кулевченские позиции, которые были очень удобны для оборонительного боя. Армия Рашид Мехмеда Паши очень быстро превратилась в толпу беглецов. Каждый спасался как омок. Это был полный разгром. Турецкая армия потеряла в этот день только убитыми пять тысяч человек. Две тысячи человек попали в плен. Русские войска захватили богатые трофеи. Почти всю артиллерию турецкой армии, около пятидесяти орудий, огромный армейский походный лагерь османов с тысячами шатров и палаток, весь обозь с продовольственными запасами и боеприпасами. Русские потери свыше двух тысяч трехсят человек убитыми и ранеными. В большинстве своем это были бойцы русского авангарда. Который принял на себя основный удар вражеской армии. Остатки разбитой турецкой армии нашли спасение в лесистых горах, или бежали по единственной горной дороге, по которой пришли сюда. Русская кавалерия гнала врага восемь верст, но из-за условий местности не могла развернуться и добить врага. Часть турецкой армии во главе с визирьем смогла все же пробраться в Шумлу. Другие разрозненные отряды и группы пробирались на юг через горы. Другая часть, в основном местные ополченцы-мусульмане, просто разбежались по домам. Кулевченская победа имела стратегическое значение. Беглецы повсюду рассказывали о мощи оружия неверных, все страх и панику в османские войска. Лучшая турецкая армия была разбита, ее остатки скрылись в Шумле. Дибич даже не использовал в сражении свои основные силы. Это позволило русскому главнокомандующему почти сразу же начать марш через Балканы. Дибич решил не тратить силы и время на взятие Шумлы, помня, что главная его цель – бросок через Балканы, ограничившись наблюдением за ней. Русские войска демонстрировали, что готовятся к осаде Шумлы. Великий визирь, деморализованный разгромом у Кулевча и введенный в заблуждение действиями русских, стал спешно стягивать в Шумлу все имеющиеся войска в северной и юго-восточной Болгарии, включая те отряды, которые защищали Балканские перевалы. На это и рассчитывали Дибич. Со взятием Силистрии, которая пала 19 июня 1829 года, освободившийся третий корпус приступил к осаде Шумлы. А главные силы русской армии двинулись в забалканский поход, который начался 3 июля.